Боль в спине еще полвека назад казалось, что это прерогатива только дедушек и бабушек. Но болезни позвоночника очень молодеют. И самое главное в этом деле, как и во всем, профилактика. Об этом будем говорить сегодня со специалистом в программе «Качество жизни» с Ольгой Митрофановой. И наш гость сегодня – это главный специалист, эксперт по неврологии, управления здравоохранения Тамбовской области, практикующий врач, что очень важно, и заведующий отделением областной клинической больницы имени Бабенко, Алексей Иванович Сажнев. Алексей Иванович, спасибо. Я все правильно сказала. Добрый день. Алексей Иванович, первый вопрос, наверное, к вам приходит пациент и говорит, у меня боль в спине. Во-первых, о чем это может сигнализировать? Что это говорит врачу? Что это должно говорить самому человеку? Что происходит с организмом? И почему вообще позвоночник считается основой здоровья? Здоровый позвоночник – здоров человек. Как только начинаются какие-то проблемы с позвоночником, жди проблем где-то еще. В чем загадка? Действительно, роль позвоночника как одного из осевого субстрата организма недооценить или переоценить нельзя. Позвоночник – это самая основная структура или осевой субстрат, который позволяет удерживать наше туловище в вертикальном положении, позволяет удерживать равновесие, определяет объем сил движений. И самое главное – это позволяет адаптироваться человеку в окружающей среде и в повседневной жизни. Надо помнить о том, что сам по себе позвоночник является субстратом там, где располагается спинной мозг. Спинной мозг – структура, которая посредством нервов, которые исходят из спинного мозга, регулирует работу внутренних органов и систем, которые также определяют повседневную жизнедеятельность и также способствуют адаптации организма в окружающих условиях. В связи с этим именно функционирование или подвижность позвоночника является немаловажной в структуре жизни человека. Но и надо помнить о том, что позвоночник сам может служить причиной возникновения боли и страдания, которые часто беспокоят людей, с этими проблемами, которые обращаются к нам пациенты. Если к нам все-таки приходит пациент и говорит «у меня болит спина», о чем вы будете его дальше спрашивать? Как болит, что сопутствует, как это все выглядит? Проблема боли является мультидисциплинарной проблемой. Актуальность ее на сегодняшний день велика. Но по данным статистики, не только российской статистики или эпидемиологическим исследованием, это называется, в медицине, но и зарубежных авторов, по частоте обращаемости боль в спине занимает второе место в общеклинической практике. Ну и естественно, актуальность боли представлена еще затратами, которые несет за собой проблемы и финансовых, и затраты, которые связаны с нетрудоспособностью, с лечением, с реабилитацией. Надо помнить о том, что проблема боли в спине – это мультидисциплинарная проблема. Этой проблемой занимаются врачи-терапевты, врачи общей практики, врачи-неврологи, нейрохирурги, реабилитологи, врачи мануальной терапии, врачи восстановительной медицины, физиотерапевты, в конце концов. То есть это всеобъемлющая проблема. И в общем-то действительно проблема в настоящее время одна из ведущих по частоте встречаемости. Что касается вашего вопроса боли, ну хотелось бы сказать то, что частота болевых синдромов хоть и велика, но причина в 90% чаще всего является это неспецифическая, так называемая, боль в спине. Это медицинский термин. И субстрат этой боли на сегодняшний день хорошо изучен, хорошо известен. Поэтому возможности повлиять на именно болевой синдром в настоящее время арсенал этих средств достаточный. Мы поговорим об этом чуть позже. Я просто хочу сразу сказать, что основные 90% болевых синдромов связаны с патологией мышц, которые располагаются рядом с позвоночником или паравертебральной группой мышц. И еще одним из субстратов болевых синдромов является так называемый фасеточный синдром или мелкие суставы позвоночника. И самый наименьший процент причин боли является грыжа межпозвонкового диска. В этой связи хотелось бы сказать, что болевые синдромы всегда нужно рассматривать в сочетании с их клиническими проявлениями и данными магнитно-резонансной томографии. Иногда пациент проводит исследование, приходит и получает заключение по МРТ. И у него изменения там представлены иногда очень серьезные, грубые изменения. Но когда мы смотрим пациента клинически и оцениваем его неврологический статус, то мы можем сказать, что вот эти изменения на МРТ являются просто находкой. То есть данные, которые получены при магнитно-резонансной томографии, они не соответствуют клиническим проявлениям. То есть вот эта вот та ситуация, которая возникает у пациента, пациент пугается тех изменений, которые у него были выявлены при МРТ. Чувствовал, может быть, себя при этом вполне неплохо. Вполне неплохо, да. То есть и болевой синдром не связан именно с этой клинической карты, с изменениями на МРТ. В общем-то вот это все иногда приводит человеку, иногда какое-то тупиковое состояние, у человека возникает тревога. И в этой связи очень важно влияние врача как специалиста, чтобы разъяснить пациенту, в чем же причина боли. И дать это понять пациенту и справиться, естественно, с этим недугом. Так вот, хотелось бы сказать, что, повторяю, 90% болевых синдромов связаны именно с мышечной системой. Это что, вот это наше классическое продуло или сидячий образ жизни? Да, действительно, продуло, сидячий образ жизни, или, проще говоря, это гиподинамия, или малоподвижный образ жизни, снижение нашей двигательной активности, ослабление функциональных возможностей мышц, то есть или снижение мышечной силы, все это в итоге может приводить к возникновению болевых синдромов. Ну, давайте поговорим о факторах риска возникновения боли в спине. К факторам риска возникновения боли в спине следует отнести, что это тяжелый физический труд, который сопряжен с постоянной нагрузкой на позвоночник, который, допустим, возникает в результате регулярных наклонов, или подъем переноса тяжести, либо с постоянными рывковыми движениями при определенных видах деятельности. И, собственно говоря, вот эти основные моменты, которые определяют возможность быстрого процесса развития нейродегенеративного процесса в структурах позвоночника. Хотелось бы обратить еще внимание на сегодняшний день, что боли в спине стало встречаться и подростков, и детей. Вообще болезни спины, мне кажется, они очень молодеют. Я не зря начала программу с того, что когда-то нам казалось, что боль в спине – это вот такой признак старости уже, а сейчас люди уже в 30 лет имеют достаточно большое количество изменений, и это с чем связано? При этом не всегда люди, которые заняты тяжелым физическим трудом. На сегодняшний день действительно причина возникновения болевых синдромов у подростков и детей мы связываем со снижением двигательной активности и использованием электронных гаджетов. Представьте себе, ребенок очень много посвящает занятиям именно с электронными устройствами. У него формируется неправильный двигательный стереотип, у него изменяются нагрузки на различные отделы позвоночника. Голова ребенка находится в длительном фиксирующем положении, то есть в наклоне. Мало того, что у него напрягаются мышцы спины, у него напрягаются органы зрения. В последующем у больного снижается, возможно, снижение зрения, слуха. И тем самым в итоге мы видим, что у таких детишек возможно развитие быстрого нейродегенеративного процесса в позвоночнике. Ну и, конечно, занятие физкультурой немаловажно является одним из факторов, способствующих предотвращению болевых синдромов в спине. Ну и говоря о возможности профилактики, что же нам, так сказать, что людям, пациентам, людям... Если болезнь не молодеет, если фактор... Болезнь. Что же нам делать? Что нам необходимо делать? Ну, хотелось бы начать со следующих просто правил. Правила самые элементарные, правила самые простые. Это формирование правильного двигательного стереотипа ходьбы. Я расшифрую чуть позже, что это означает. Формирование правильного двигательного стереотипа посадки или сидения. Формирование стереотипа нахождения в кровати. Стереотипа работы, значит, правильное питание. Или это тоже важно? Правильное питание, конечно. Ну, давайте начнем по порядку. Что мы подразумеваем под формированием правильного стереотипа движения? Ну, надо помнить о том, чтобы правильно ходить, нужно сформировать верно осанку и расположение туловища в пространстве. Как себя проверить? Подскажите, Александр Ильич. Самый простой способ. Нужно подойти к стене, плотно встать, прижать пяточки к стене, прижать спинку к стене, прижать затылок к стене. И вот это положение зафиксировать, собственно говоря, для себя. И пытаться удерживать эту позу при ходьбе, то есть в том положении, которое, так сказать, вы получили, прижавшись к стене. Далее, что нужно помнить при ходьбе, значит, нужно периодически менять длину шага, переходить на более медленный или более быстрый темп движения, чтобы в процессе движения принимали участие верхние конечности или руки. Ну и, естественно, если приходится иногда долго стоять, то делать кратковременные перерывы, переминаться с ноги на ногу, пытаться выполнять... Это не страшно, неловкости от этого быть не должно, мы заботимся о здоровье позвоночника. Конечно, да, мы переминаемся, да, мы переносим центр тяжести с одной ноги на другую, и тем самым разгружаем наш позвоночник. Производим различные движения, низкоамплитудные движения в разных плоскостях. Вторым моментом, про который я тоже сейчас сказал, это правильная посадка. Это очень важно, потому что у многих людей работа связана с сидением за столом, это не меньше 8 часов в сутки. Это формирование, да, правильного стереотипа посадки за рабочее место. Ну, а очень важно помнить о том, чтобы нужно установить, значит, сформировать именно рабочее место, верно сформировать рабочее место, установить компьютер так, чтобы не было поворота или наклона туловища в какую-то сторону. То есть, если мы сидим и смотрим монитор вот так, например, это уже неправильно? Это неправильно. Да, разумеется, значит, надо помнить о том, чтобы посадка на стуле, значит, посадка на стуле была следующая. Обязательно опора под спину. Значит, высота, значит, посадки должна таковая быть, чтобы колени или бедра чуть-чуть были смещены вниз. Вот. И занимали на кресле три четверти, значит, от площади. То есть, сидеть развалившись на стуле, это тоже не очень правильно. Да. Лучше создать себе опору для позвоночника, опору для поясничного отдела, в частности. Вот. Можно пользоваться подголовником, если позволяет работа. Вот. Но надо помнить о том, что длительная посадка тоже она вредоносна. Считается, что самая оптимальная поза – это ходьба, это нахождение в горизонтальном положении. Поэтому, когда человек долго сидит, он должен обязательно делать перерывы. За эти перерывы он должен успеть хотя бы кратковременно встать и провести небольшую разминку, размять мышцы, сделать несколько разгибаний назад туловищем, делать несколько движений боковых наклонов. Тем самым, так сказать, подвигать корпусом. Подвигать корпусом, да. Это полезно. Это полезно. Вот, собственно, основные правила, которые касаются усадки за столом и на рабочем месте. Если мы говорим уже про сон, то надо помнить о том, что самое главное, чтобы не допускать провисания туловища. То есть, избежать эффекта гамака. То есть, постель должна быть... То есть, надо смотреть за тем, на чем мы спим. Постель должна быть, да, ровная. Лучше всего, если матрас позволяет сохранить ваши все анатомические особенности. То есть, изгибы. Мы знаем, что позвоночники есть соответствующие изгибы. На сегодняшний день существует много различных ортопедических устройств. И матрасы, и подушки, которые позволяют именно сохранить именно ту форму, которую, так сказать, занял человек во время сна. Надо помнить о том, чтобы подушка была... Если человек лежит на боку, подушка должна быть на уровне надплечья. То есть, ни высокой, ни низкой. Да, да. Очень целесообразно использовать небольшие валики для шеи. То есть, чтобы шейный отдел позвоночника был на упоре. Ну и то же самое касается ног. Значит, главное, чтобы во время сна, во время отдыха мышцы были расслаблены. То есть, может быть, небольшие... То есть, нет оптимальной позы для всех. Допустим, спать на спине, спать на боку, на животе. То есть, каждый должен сам найти позу, в которой ему будет комфортно расслабиться. Получается? Которую, да. Да, действительно так. Вот, собственно, основные... Все советы, они просты. Но имя просто нужно пользоваться, помнить о них и к ним прибегать постоянно. Теперь, что касается тяжелой физической работы. Или просто физической работы. Хотелось бы сказать, что самое-то главное. Нужно соблюдать так называемую ену поз. Ну, это что это говорит о том? Что если мы поднимаем тяжести, то если для взрослого мужчины, то есть, для взрослого, крепкого мужчины, подъем тяжести не должен превышать 40-50 килограммов. При таких нагрузках нужно пользоваться различными приспособлениями, поясами. Может быть, обращали внимание, пояс штангисты или специальные корсеты. Ну и, естественно, стереотипность таких подъемов должна быть минимальная. Надо помнить о том, что нагрузка должна распределяться не на позвоночник, а на нижние конечности, то бишь на ноги. Перед подъемом тяжести нужно провести небольшое сгибание ног в коленах, это забереванных суставов, пытаться максимально удерживать позвоночник в прямом, вертикальном положении. То есть, подъем без наклона, создав упор. Можно немножко вытянуть одну ногу вперед и после этого совершать рывковое какое-то движение, поднимать тяжесть перед собой. Ну и еще, говоря про молодежь и говоря про детей и подростков, нужно помнить о том, что какие сумочки они носят, да, и какие, значит, ранцы... Школьные рюкзаки, какой вес имеют. Да, да, и самое главное, как ребенок носит его. Надо помнить о том, что самое физиологичное, оптимальное, это ношение рюкзака за спиной. То есть, чтобы не было, значит, свешивания сумки с одного бока, или, то есть, переноса сумки на одном боку. Это тоже является залогом успеха правильного формирования осанки ребенка. Вот это вот тоже немаловажно. Ну и, в общем-то, физическая работа, конечно, должна сопровождаться обязательно отдыхом и разминкой. Вот, собственно, опять же, тем... Ну и если есть необходимость переноса тяжести, то вес лучше распределять равномерно в двух руках. Вот. По возможности, повторяя, держа, удерживая спину в вертикальном ровном положении. Вот, собственно, это касается правил физической работы. Ну и говоря о питании, то хотелось бы сказать, что не существует диеты, такой, например, как именно при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, или там при патологии желудочно-кишечного тракта. То есть здесь специальной диеты не существует. Просто мы говорим, что существует ряд продуктов, которые, в общем-то, необходимы для формирования позвоночника, поддержания здоровья. Да, формирование хрящевой ткани, удержание её в тонусе или физиологическом состоянии. Это я просто перечислю эти продукты. Это яблоки, груши, малина, клубника, это топинамбур. Да, это продукты, содержащие большое количество витаминов. Ну и, конечно, продукты, содержащие, значит, цинком. Это продукты, содержащие фосфор обязательно, продукты, содержащие кальций. Это молочные продукты. Не надо про это забывать, так сказать. Они необходимы для формирования именно субстрата, необходимы для формирования, значит, клеточных структур, да, позвоночника, хрящевой ткани. Это касается питания. Ну и, говоря, конечно, ещё один, наверное, из самых важных таких моментов, это психологический настрой самого пациента или больного, который страдает уже болью в позвоночнике, его, так сказать, внутренней составляющей. Почему это так важно, Алексей Иванович? Потому что, казалось бы, это чисто физика, да? Чисто, да. А психология? А тут психологический настрой. Вы знаете, сейчас, на сегодняшний день стало понятно, что болью в спине, особенно хронической болью в спине, страдают пациенты, которые испытывают постоянную тревогу. Это пациенты, которые испытывают периодически стрессом. Это пациенты, у которых снижена самооценка. Это пациенты с боязнью страшной неизбежной болезни, которые не получили соответствующей консультации от медицинского работника о том, что болезнь для него не опасна. И, в общем-то, этот пациент остался сам с собой, своими переживаниями, который несёт в себе... То есть, люди мнительные, тревожные, они оказываются в группе рисков. Да, пациенты оказываются в группе рисков в плане развития хронизации болевых синдромов в спине. Вот, собственно, основные, наверное, факторы, которые необходимо соблюдать в плане профилактики или, так сказать, дают возможность избежать боль в позвоночнике. Ну, ещё несколько слов. Мы говорили про возможность проведения укрепляющих упражнений, которые направлены на укрепление мышц, в частности, мышц шеи, мышц поясничного, грудного отдела позвоночника. Ну, хотелось бы сказать, самые простые, доступные упражнения. И смотрите, всегда ли в этом случае для того, чтобы их дома делать, самому практиковать, нужна консультация врача? Или в профилактических целях можно, если ничего не болит? Да, мы сейчас подойдём и к этому. Но я говорю про профилактику. Пока мы не затрагиваем уже проблему возникшей боли. Говоря о профилактике, упражнения представляют собой следующее. Они очень простые, доступные, их выполнять можно в любом месте, не требует каких-либо специальных тренажёров, приспособлений. К примеру, в качестве примера я могу продемонстрировать замечательное упражнение для мышц шейного отдела позвоночника. Тем самым это упражнение позволяет нам укрепить и восстановить подвижность в шейном отделе позвоночника. Надо помнить о том, что движение в шейном отделе позвоночника производится в шести плоскостях. Это сгибание, это разгибание, это поворот влево, поворот вправо, это наклон влево, наклон вправо. Ну и, соответственно, регулярное выполнение этих движений. Нужно ли это делать резко? Эти движения выполняются плавно. Значит, амплитуда движения идёт небольшая, но с последующим увеличением амплитуды движения. Вторым очень эффективным упражнением является так называемое статическое упражнение, направленное на укрепление, стабилизацию связочного мышечного аппарата шеи. Продемонстрирую это упражнение. То есть мы, прижав руки, сведённые ладони к височку, и щеке пытаемся головой давить на свои руки в течение одной минуты. То есть движение не происходит, а мышечный тонус нарастает в течение одной минуты. Тем самым мышечная группа у нас испытывает напряжение. Тем самым мы и придаём силу, повышаем тонус. И, значит, естественно, мы прикладываем опять к другой стороне руку и пытаемся, значит, то же самое, оказывать давление. Следующее упражнение, это, следующая, вернее, поза, это руки на затылке, и пытаемся затылком давить на скрещенные руки. То же самое в течение минуты. Следующая позиция – это давление подбородком, уперевшись локтями в стол. Ну и можно, так сказать, также использовать позу, надавливая, значит, лбом на скрещенной ладони. Вот хотя бы по одной минуте на каждую сторону. Это займёт упражнение нефть, чем 5 минут, но это очень эффективное, необходимое упражнение, которое позволит, значит, стабилизировать мышечный корсет. То же самое касается и мышц поясничного отдела. Для мышц поясничного отдела упражнения выполняются лёжа на животе. Ну, собственно, упражнения простые, они элементарные, там, то есть требуется только коврик, повторяю, и ровная поверхность. Значит, для цели этих упражнений – укрепить поясничные мышцы. Значит, упражнение, повторяю, как я уже сказал, проводится лёжа на животе. Пациент лёжа поднимает прямую ногу вверх, всего лишь навсего, да. Поочерёдно правой, значит, левой конечности. Ну и, собственно, вот это вот упражнение, оно безопасно, но оно очень эффективно, то есть я его хочу порекомендовать нашей аудитории. Вот, собственно, вот такие простые вещи, которые позволяют, значит, так сказать, избежать формирования именно тех болевых синдромов, которые связаны с болезнью, с остеохондрозом, в частности, вот, с фасет-синдромом, там, ну и, конечно, значит, так сказать, с грыжей межпозвоночного диска, межпозвонкового диска. Ну, хотелось бы обратить внимание теперь уже на некоторые самые сложные, самые, так сказать, опасные моменты, которые иногда встречаются при болевых синдромах у пациентов. И здесь, наверное, нужно ещё оговорить моменты, в каких случаях нужно обязательно обращаться к врачу, что не пропустить. Ну, во-первых, всегда необходимо обращаться при возникнении болевого синдрома к медицинскому работнику, всегда. Вот, если боли, да, не прошла в течение суток, вот, а так, конечно, обязательно должен, так сказать, посмотреть специалист. Ну, особо настораживающими или красными флажками являются следующие симптомы, на которые я хотел бы обратить внимание, ваше внимание. Значит, возникновение болевых синдромов в возрасте до 18 лет и в возрасте после 55 лет. Далее, если пациент перенёс травму, накануне перенёс травму, если пациент оперируем по поводу онкозаболевания, если у пациента отмечается необъяснимое повышение температуры, то есть без каких-либо катаральных проявлений, без простудных явлений у пациента есть температура, необъяснимое похудание, ночные боли, ну и, конечно, нарушение функций, там, функции мочевого пузыря, функции, значит, хождения, слабости в конечностях. Эти симптомы являются очень грозными и требуют немедленный, незамедлительный, значит, вмешательства медицинского работника и соответствующего проведения диагностических мероприятий. Вот, собственно, те, так сказать, основные ключевые моменты. Алексей Иванович, время нашей программы подходит к концу. Если можно коротко сформулировать несколько, два-три постулата, для того, чтобы люди поняли, как важно заботиться о здоровье своего позвоночника. Хотелось бы пожелать всем, конечно, здоровья и благополучия. И хотелось бы сказать, что основное, наверное, все-таки природа продумала, то, что необходимо для человека, это движение. Это разумные рациональные движения, которые представлены в виде небольших нагрузок. Это регулярное выполнение физических упражнений, это двигательная активность, это прогулки по улице, по улице на свежем воздухе, это различные виды тренировок. И самое главное, конечно, не падать духом и обращаться своевременно за медицинской помощью. Алексей Иванович, спасибо большое. Нашим зрителям мне осталось только пожелать, если вы сейчас лежите перед телевизором, сидите перед телевизором или смотрите нас на экране своего гаджета, откладывайте в сторону, вы получили достаточно полезной информации и приступайте к движению. Отправляйтесь на прогулку, сделайте легкую гимнастику. Это все залог здоровья нашего позвоночника. Это была программа «Качество жизни» с Ольгой Митрофановой на телеканале «Новый век». Субтитры создавал DimaTorzok